приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам традициям обычаям церковному календарю на 1 февраля поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день итак друзья давайте далее все более подробно в этом видео итак 1 февраля православная церковь отмечает память выдающегося святого преподобного макария великого макарий был отшельником христианским святым а также автором духовных бесед и молитв его родиной был птенапр в нижнем египте несмотря на настояние родителей вступить в брак молодости макарий быстро потерял свою супругу и после ее смерти он начал погружаться в изучение священного писания потеряв и родителей макарий ушел в пустыню недалеко от своего родного места где стал послушником у старца отшельника позже он поселился в фаранской пустыне где провел несколько лет в одиночестве макарий был учеником преподобного антония великого и проживал долгое время в монастыре расположенном фиватской пустыне следуя совету своего духовного наставника макарий перебрался в скидскую пустыню где его иноческая жизнь процветала его подвиги принесли ему прозвище юноша старец в возрасте 40 лет его посвятили в священники он стал настоятелем обители иноком в скидской пустыне по легенде в этот период макарий получил дар чудотворения и стал известен многочисленными чудесами включая воскрешение умерших во времена правления арианского императора валента его сослали на остров населенный язычниками однако после того как святой чудесным образом исцелил дочь жреца жители острова приняли христианство и макарий был возвращен домой с благословением арианского епископа преподобный макарий скончался в 391 году в своем монастыре оставив после себя богатое наследие духовного наставничества и чудес преподобный макарий считается заступником от болезней в этот день распространены молитвы о здоровье и о исцелении верующие обращаются к святому с просьбами об освещении воды и о молитвенном богословение для покрывала или ладана которая затем используется в быту а в народном календаре сегодня отмечается особый день макария в день или макар весна указчик как вы знаете макарев также день известен как весна указчики в этот период можно было предвидеть какая весна нас ожидает впереди если день проходит теплым и ясным люди считали что наступающая весна будет мягкой и начнется раньше обычного вы знаете это древний день в этот день в нашем народе имеют глубокие корни в традициях обрядами событиями перехода от зимы к весне и макарев день почитается как время наполненная особым духом и энергием поэтому согласно народным верованиям макарев день считается благоприятным периодом для привлечения удачи и процветания в этот день было принято проводить различные обряды связаны с плодородием богатством и благополучием одним из традиционных обряда является приготовление обильного угощения символизирующего изобилие и плодородия и люди верили что если разделить этот пир этот праздник с близкими людьми и делиться дарами семьи то это будет способствовать привлечению благополучия в дом также макарев день ассоциируется ассоциировался у наших предков с моментом загадывания желаний и проведения ритуалов направленных на привлечение финансовой удачи многие верят что в этот день чудеса более вероятны и поэтому он становится временем для загадывания желаний кроме того в этот день было принято проводить ритуалы связанные земледелием как вы знаете уже некоторые семена начинают прорастать символизируя приход весны и нового цикла жизни кроме того макарев день это не только возможность привлечь благополучие но и время для внутреннего очищения пересмотра финансовых планов и создания гармонии с природой этот день призывает к созерцанию благодарности и стремлению к духовному росту кроме того в этот день женщины обращались к опыту своих бабушек травне собирая травы для приготовления особого отвара вечером весь семейный круг угощали этим ароматным напитком приготовленным на основе следующих компонентов душица зверобой иван чай и плоды шиповника для приготовления отвара использовали свеженабранную рудниковую воду предварительно загасив горящую осиновую лучину в ней дополнение к чаю пропадовали малиновое варенье или мед веря что таким образом такой травяной напиток придаст сил и укрепит здоровье также чтобы изгнать из дома дурные духи и оберегать хозяйку от болезней проводился в этот день ритуал окуривания жилища горящей полынью работать день макария считалось нежелательным поэтому люди предпочитали ходить в гости наслаждаться чаем сваренным самоваре обсуждать свои планы на будущее на руси к самовару относились особенно почитаемо полагая что он обладает магическими свойствами традиционно 1 февраля наши предки топили самовар валенками и затем носили их верили что такой обряд поможет избавиться от болезней ног и суставов принося тем самым крепкое здоровье если полень и брошенные в печь моментально воспламенялись то это считалось предвестием того что весь год семья будет жить в достатке и в мире конечно же этот день был и особенно важен для знахарей занимающихся лечением головных болей но чтобы избавиться от мигрени человеку рекомендовалось подняться до восхода солнца встать на пороге своего дома приложить левый висок косяку двери и сказать определенные магические слова также в этот день существовал обряд направленный на улучшение красоты и здоровья в одной кастрюле варили 12 яиц и 12 неочищенных луковиц после этого воду в которой они готовились доводили до кипения и оставляли остывать с использованием этой воды проводилось ополаскивание волосы одновременным произнесением магических слов как мы уже сказали ранее макаре в день также прозвали весна указчиком потому что в древние времена именно в этот день по погоде определяли приближение весны поэтому если 1 февраля ясный день или оттепель это предвещало раннюю весну если начиналась метель то говорили наши предки о том что она продлится до марта погода в этот день служила предсказанием того каким будет весь февраль но а звездное небо в макаре в день указывала на долгую зимушку вы знаете 1 февраля это день который дарит миру уникальные личности люди рожденные в этот день обладают особой энергией и характером делая свою жизнь насыщенной и увлекательной те кто появляется на свет именно 1 февраля носит себе дар бурной фантазии их ум способен легко воплощать самые креативные идеи в жизнь они не просто мечтатели они творцы которые ставят свои идеи в центре внимания они разговорчивы они общительны они привлекают внимание свою увлекательную речью и живым общением также они обладают удивительной легкостью души они воспринимают жизнь с улыбкой даже в самых трудных ситуациях их веселый нрав делает их приятными собеседниками и друзьями способность находить радость мелочах и ценить каждый момент вот их ключ к жизни также обращаем ваше внимание тех кто родился 1 февраля для них драгоценным камнем который символизирует чистоту стойкость и неповторимость является алмаз и талисман виде алмаза придаст вам силу и стойкость помогая преодолевать трудности с улыбкой на лице что же касательно снов то сегодняшний день предоставляет идеальную возможность друзья для толкования сновидений и предсказания будущего именно сегодня вы можете обрести в своих снах ключ к решению проблемы или способ возможно преодоление преград на вашем пути кроме того в ночных сновидений сновидения сегодняшней ночи вы обнаружите ответ представлены виде символа образа или даже ясного указания особенно важно незамедлительно после пробуждения закрепить в памяти все детали своего сна пока они не растворились в суете буднего дня сон с 31 января на 1 февраля может быть истолкован довольно непосредственно так как он является отражением ваших поступков и отношений в реальности если в сновидении вы совершаете добрые поступки и пла получаете благодарность в ответ это говорит о том что в реальной жизни вы двигаетесь в правильном направлении сон которым вас обижает может служить предупреждением а возможно несправедливости в отношении вас наяву а если вам снится что вы получаете деньги будьте готовы к неожиданным расходам в ближайшем будущем случае потери денег вас не ожидайте неожиданных доходов что же нужно сделать в этот день 1 февраля вы знаете в праздник посвященную макарию великому традиционно было принято посещать церковь возложить молитвы святому и обратиться к нему за помощью в семейных вопросах свои дни преподобный проявлял исцеляющую силу и мы с вами верующие обращаемся к нему в своих молитвах особенно в случае болезни в семье 1 февраля в народных традициях это день с обладает особым значением предостерегающим от болезней и приносящий удачу в этот день чтобы обезопасить себя при выходе из дома принято было говорить следующие магические слова из дома иду барином а вернусь в дом бояриным именно этот обряд считается защитным и направленным на поддержание благополучия в жизни кроме того 1 февраля является благоприятным временем для молитвы к священнику иоанну златоусту верующие обращаются к нему с просьбой о благословении и успехе в учебе именно такой обряд призван обеспечить удачу в обучении и в достижении цели традиционно этот день считается отличным временем для встреч с близкими с родными людьми с друзьями гостиными походами на 1 февраля создаются положительные энергии и укрепляются отношения важно провести это время весело с радостью и с удовольствием наслаждаясь обществом близких и родных вам людей кроме того все начатые в этот день дела обернуться удачей особенно если они направлены на благо других людей верить положительный исход и прикладывать усилия для достижения целей поможет вам создать гармонию и позитив вокруг что же нельзя было друзья делать 1 февраля по народным приметам и традициям знаете макария в день 1 февраля пропитан множеством народных примет и традиций направленных на обеспечение благополучия и защиты от невзгод согласно поверим несколько важных запретов и ритуалов соблюдаемый в этот день помогут вам определить характер предстоящего времени и так первое что нельзя было делать 1 февраля это избегайте черного траурного цвета надевать одежду черного цвета в макаре в день считается неудачным шагом святой макар как вестник весны и предвестия радости и веселья а вот ношение черного цвета будут трактоваться на неблагоприятные события вашей жизни кроме того именно этот запрет и поможет вам открыть в себе что-то новое и возможно поможет вам увидеть то что вы ранее не видели также в этот день остерегайтесь тяжелой работы народные традиции советую избегать физической активности в макаре в день чтобы не провести весь год в бесполезных трудовых заботах случае необходимости работать перед началом труда не рекомендуется выпить три глоточка святой воды и протереть рот изнаночной стороной нательной рубашки также в этот день отложите любое рукоделие на другой день вышивание шитье вязание в этот день считаются неуместными занятиями согласно народным верованиям такая работа не только не будет успешной но и привлечет нежелательные события не рекомендуется проводить время за рукоделием макаре в день также в этот день нужно наоборот встречать гостей и праздновать этот день весело потому что именно мог макаре в день считается благоприятным временем для общения и веселья встречайтесь друзьями с близкими людьми проводите время весело создавая тем самым позитивной энергии вокруг себя далее обязательно не забудьте приготовить особенный чай в этот день 1 февраля хозяйка дома макаре в день призвана приготовить чай состоящий из трав душица зверобой иван чай шиповник и не забудьте приправить все это медом это чай не только является символом вкуса и аромата но также считается благословенным приносящим любовь и гармонию в дом избегайтесь сегодня пить сырую воду для того чтобы избежать возможных заболеваний замените все-таки травяным чаем чтобы обеспечить себе здоровье и защиту от болезней также отложите стирку детских вещей и стрижку волос по преданию стирка детских вещей макаре в день может подвергнуть ребенка с глазу а поэтому лучше перенести стирку на более безопасный день также стрижка волос особенно у детей считается нежелательной так как по мнению народных примет она может повлиять на судьбу отрезаю радость и удачу вместе с волосами далее соблюдайте добрые слова и избегайте грубости в этот день народная примета гласит что грубость и сквернословие в этот день могут вызвать стоматит причиняя болезненные неприятности в области полости рта поэтому соблюдение добрых слов и уважительного общения это такая вот как мера предосторожности поэтому друзья соблюдать эти народные приметы и традиции макарьев день 1 февраля и это поможет обеспечить вам благополучие удачи и защиты и защиту от негативных воздействий друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментариях напишите я привлекаю достаток и благополучие в свой дом девочки мальчики кто спрашивал как нас можно отблагодарить как отправить нам доната ссылка есть в описании так и прямо написано благодарность можно выразить по ссылке нажимайте любая сумма которого считаете нужным переводите нам будет приятно но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ